Стихийную торговлю пытаются искоренить и в Актобе. Там городской Акиман старается создать условия для бабушек, реализующих соленья, овощи и прочую продукцию с грядки. Для дачников продолжают строить коммунальные рынки с прилавками и огороженной территорией. Места для пенсионеров выделяются бесплатно. Айсулу Махмутова продолжит. Прилавок пенсионерки Лилии Паи ломится от изобилия домашних заготовок. Весной, рассказывает садовод со стажем, большим спросом пользуются квашеная капуста, варенье из отборной клубники и приправа, изготовленная по особому рецепту. Даже есть люди, которые попробуют, я закажу вам на следующий год, насолите мне двухлитровых 20 банок. Мне нравится ваш посол. Варенье тоже самое просят. А цены у вас как? Цены мы уступаем. Еще несколько лет назад Актюбинка вместе с коллегами по цеху продавала дачную продукцию, что называется земли. Но сегодня для продавцов созданы благоприятные условия. Я уже здесь почти 50 лет живу. Для меня это все удобно. Все берем. И картошку, и капусту, и домашнюю капусту, и огурцы. Удобно, конечно. На территории города успешно функционирует 18 коммунальных рынков. В основном павильоны расположены в густонаселенных массивах и обеспечивают местных жителей свежие плоды овощной, мясной и молочной продукции. В скором времени по многочисленным обращениям горожан. Такой рынок появится и в микрорайоне Булашак. Одно из 9 планируемых мини-рынков по городу Актюбинка – это район Булашак. В ближайшее будущее будем здесь огораживать и планировать. Там будет 19 наименований социально значимых для населения продукции, в том числе овощи и бакалеи. В дальнейшем еще также здесь будут располагаться металлические прилавки для дачников. То есть, что это означает? Это пенсионные возрасты. Люди могут приходить бесплатно, реализовывать свою продукцию. Постепенно местные власти планируют полностью искоренить стихийную торговлю, которая когда-то в Актюбе успешно процветала.